В Тверских детских садах проходят мероприятия, во время которых детям рассказывают о явлениях природы, мире растений и животных и объясняют, что такое экологическая культура. Праздники, приуроченные к Международному дню осведомленности о пингвинах, который отмечается 20 января, прошли в детских садах города. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Почему пингвины не летают, а ходят почти как люди? Как спасают в холод толстый слой жира? И кто из родителей высиживает птенцов? В 133 детском саду этих птиц дети изучали с большим интересом. Чтобы познакомиться с образом жизни пингвинов, которых насчитывается 18 видов, ребята представили себя не только в самом известном месте обитания морских птиц Атарктиде, но и на берегу Индийского океана. Пингвины едят рыбу и крабов. У пингвина есть толстое тело, и ласты еще есть, и клювик. Пингвины бывают разные. Есть императорский пингвин. А еще у пингвина есть ноги, которые с перепонками на концах. Изучение живой природы, развитие навыков любви, заботы о братьях наших меньших, а также ответственное отношение к окружающему миру – одна из основ экологического воспитания в тверских детских садах и школах. Мы сегодня рассказывали детям о пингвинах. Почему мы о них рассказывали? Потому что птица на грани исчезновения. Задачей экологического воспитания является воспитание в детях гуманного отношения к природе, гуманного отношения к тому, что нас окружает. Пингвины из ваты, пластилина, бумаги, вязаные и даже изготовленные из пластиковых бутылок. В фойе детского сада номер 133 «Жизни пингвинов» удалось посвятить целую выставку. Все работы – это совместное творчество детей и родителей. А настоящая русская зима дала возможность слепить этих птиц в нарядных смокингах еще и снега и посетить их на прогулочных площадках детского сада.